Всем привет, с вами В. В игре 7 рыцарей 2 есть маленькие хитрости, при использовании которых можно получить преимущество в игре в виде роста темпа прогресса. Игра реализована на попытках в данже и заданиях, то есть примерно за день все получают равные возможности для развития, а маленькие хитрости помогут быстрее прогрессировать. Ну что, поехали! Получить красного героя это хорошо, но вот развитие ему дать еще надо. Синим героям легче делать перерождение, а от этого зависит максимальный уровень героя, уровень навыков, характеристики героев и прочее. Это дает ощутимый рост силы героя. Но если сравнивать героев одного уровня, но разных грейдов, то выигрывает конечно же персонаж старшего грейда. И вот что делать, как развивать героя легендарного типа? В игре есть подземелье. Самый лучший вариант тратить дополнительные билеты на карьер камней души и эликсирный завод. Приоритет по мне лучше отдавать карьеру камней души. В карьере камней души можно пытаться проходить босса с большей силой, чем у вашего отряда. Сейчас я бью босса 62 тысячи на а ранг и получаю 8 осколков души легендарного героя. А если бы бил монстра 40 тысяч, получал бы только 5 осколков. Эти осколки душ героев можно использовать в магазине душ героев. Здесь можно купить осколки душ героев для любого доступного вам героя. Магазин обнуляется каждый день. Получил де лонце недавно, вот на него и буду скупать здесь осколки. Таким образом, все дополнительные попытки входа в подземелье рекомендуется использовать на карьер камней души и эликсирный завод. Продолжим тему получения душ героев. Зайдем список героев и откроем квалификацию. Сначала думал, как это связано с повышением класса, но оказалось не так. При повышении уровня героя, его потенциала и улучшении навыков герой получает очки квалификации. При достижении определенного количества очков уровень квалификации повышается. Наградами за повышение квалификации будут осколки душ героев и маленький, но очень маленький бонус к характеристикам персонажа. Кто же из нас не любит подарки? На главном экране сюжетной кампании можно нажать на иконку меню в левом верхнем углу, потом нажать на иконку героя. Появилось меню профиля. Внизу видим список наград за достижение определенной ступени. При достижении определенной суммы силы всех героев, доступных нам, будут открываться определенные награды. Естественно, нам захочется как можно быстрее получить хорошие награды. А для этого придется одевать, прокачивать навыки, уровни всем доступным нам героям. Тратить банки опыта на это не стоит, конечно. А вот пускать на полевые исследования по одному из таких героев вполне можно. Самый простой способ – это просто переодеть всех героев с этой экипировки. Можно чередовать три вещи на один эффект, два на другой. Так вы получите больше силы от персонажей. Вот только переодеваться в меню персонажей вообще неудобно, да и затратно по времени. Но разработчики предусмотрели такое. В меню вы найдете иконку «Статус снаряженного». Перед нами появилась большая таблица. Нажимаем режим изменения и начинаем пересобирать экипировку на доп персонажах так, чтобы большинство открылись эффекты сета. Таким образом, простым способом получим увеличение суммарно силы всех доступных нам героев и станем ближе к наградам в профиле игрока. Для разнообразия игровых возможностей в игре предусмотрена система талантов. Прогресс в развитие талантов напрямую зависит от уровня учетной записи игрока. Там, где приходится два таланта на один уровень, есть возможность выбора одного из улучшений. Можно даже сделать сеты талантов под разные нужды. Для удобства даже есть функция смены названия, чтобы не путаться. А то талант 1, талант 2, талант 3, а для чего они... неизвестно. Казалось бы, все хорошо. Повышаешь уровень учетной записи, открываются таланты, ты становишься сильнее. Но... Иногда выгоднее открыть следующий талант за кристаллы. Вот, к примеру, посмотрите на 50 уровень. Какие тут вкусные таланты? Увеличивают урон одного навыка союзников на 40%. Увеличивают массовый урон на 30%. Увеличивают урон навыка на 20% всем союзникам. Прямо очень вкусно. Можно слить кристаллы, будучи на 25 уровне, и получить таланты 50 уровня и стать суперсильным за короткое время. При этом учтите, чтобы открыть талант, нужно, чтобы на предыдущем уровне талант был открыт. Ваше дело решать только вам, делать так или нет. Друзья должны быть сильными. Ваши друзья могут помочь вам усилиться. Нажмите на иконку питомца и ищите питомца с необходимым нам эффектом. Выбираем и используем в игре. Ну и рассчитывать дюжины питомцев друзей в игре не стоит. Есть 5 попыток использования такого чуда. Не знаю точно, но думаю, что обновляется каждый день счетчик использования питомцев друзей. Персонажам бою в приоритете как можно быстрее заполнить шкалу абсолютного навыка. Шкала абсолютного навыка заполняется при обычных атаках и использовании навыков. Чем больше будет скорость атаки, тем быстрее заполнится шкала абсолютного навыка. В игре есть строй-быстрая атака, которая увеличивает скорость атаки всем героям в тем самым у них шкала абсолютного навыка будет подниматься очень быстро. Но это не самый сбалансированный строй. А самым сбалансированным строем в игре является это основной строй, который увеличит скорость атаки персонажам на средней линии на очень хорошее число. Можете поэкспериментировать, вдруг вам поможет это. Автор старался? Поставьте ваш царский лайк, а также сделайте подписочку. Спасибо! Пока-пока!